всем привет дорогие друзья и дорогие подруги с вами вновь школа скриптум с вами вновь мастер петр и мастер сегодня у нас джексон полок поэтому я искал специально какую-нибудь маечку что с похожим вот таким рисунком надеть не нашел ничего и поэтому решил одеться как быдло потому что джексон полок для меня на мой взгляд как личность это было абсолютно такое быдло абсолютно невыносимо человек и собственно как быдло он и умер я не знаю петр на больше расскажет будет об этом и как всегда и о творчестве мы на него посмотрим с помощью демонстрации крана это курс живописная философия каждой неделе мы берем авторов живописцев которые родились в каком-то старом дремучем году но в датах непосредственно приходящихся на даты текущей недели вот сегодняшний наш джексон полон был полок он родился 28 января и мы стараемся обзирать то что мы видим философских поскольку искусствоведческие сегодня даже будет думаю без этого мы не обойдемся психоанализ это связано сейчас психиатрия скорее всего ну может быть и психиатрия но если вкратце кто такой джексон полок про кого сегодня мы будем смотреть говорить и думать это пожалуй самый первый известный художник которого можно отнести к современному искусству в таком искусствоведческом понимании да то есть современная как вид искусства которое главным ставит не мастерство художника не содержание да а метод и контекст такое проявление что ли постмодернизма хотя полок обычно называют модернизм модернизмом но это вот про другое об этом тоже поговорим джексон полок это первый наш американец в курсе живописная философия и об этом тоже придется сегодня сказать и но для мирового искусства это такая одна из самых спорных фигур потому что кто-то его как называл бездарностью абсолютно ничего не значащим кто-то наоборот говорил что он сделал вообще все что можно было перевернуть в живописи даже понимание чуть ли не в антропологии чуть ли не в даже тело софии какой-то прикладную вот но так или иначе этот художник очень важный мы когда с артемом выбирали нам так не повезло что пришлось на сегодня еще на эту неделю еще суриковской день рождения шишкинский и куинжевский и ну как-то нам очень приятных самых приятных трех таких да они все классные приятные нравятся нам с артемом но вот если между этими четырьмя выбирать то получается надо брать того который не нравится это же ну да прям сильно упрощает выбор и ну и для мировой живописи по крайней мере по количестве статей на википедии у полока их больше других трех названных значит наверное нужно про него я сказала мы просто вынуждены подчиниться да ну и так 28 января год 1912 джексон полок родился может сказать в обычной американской семье которая любила переезжать с места на место был младшим в семье из пяти сыновей пытался получить художественное образование но из школы прикладных искусств был отчислен за ужасное поведение и ужасное поведение это будет то что его сопровождать будет всю жизнь в разных формах говоря по русски человек был мразью так вот чтобы если чё это не смысле бунтарь там или какой-то романтик а мразь наверное да такой конченый 1900 в 1930 году это ему было 18 лет тогда он переехал и вроде как окончательно ну как вроде как на ближайшие 10 лет даже чуть больше обосновался в одном городе под названием нью-йорк на манхэттене в среде скопления разного рода людей творчества искусства там в прошлый раз говорили о том что 20 веке является аналогом парижа 19 века ну может быть да это манхэттен нью-йорк и раннее творчество его начинается как раз в это время он учится с братом у американского художника бентона он может быть не очень известен вот не знаю артем мастерцы когда не слышал я помню другого бентона который не имеет отношения так что нет ну в общем давайте так раз мы уже касались этого то что это первый у нас американский художник для америки для штатов основная проблема была в сфере такого классического искусства часть которого является живопись это выработка каких-то национальных форм которые будут не то чтобы ну что ли обособлять какую-то изюминку придавать этому искусство которые скорее встанут фундаментом каким-то столпом американской культуры то есть которые как бы ну что ли станут причиной всех причин да так как америка молодое государство и история живописи ну не какущая там плюс так как большинство переехавших туда в первые десятилетия существования вообще первые там сотни лет существования америки эта страна таких не очень образованных не очень ну творчески так скажем пригодных людей похожих на полок да похожих на полок и ну какой-то момент когда все это стало двигаться и америка стала осознавать себя как нечто не то что самобытное а вообще наверное главное что ли что происходит в мире центр всех центров возникла необходимость не пародировать не копировать что-то запада а создавать свое которое уже будут на западе копировать что собственно сейчас на 2022 году видим пожалуй все таки штаты первичной культурой является а все остальные вторичной вот мы ну может быть это касается только маскульта популярной культуры на может быть и всей но это уже тема отдельного разговора и так вот этот художник бентона в начале 20 века конце 19 интересовался этими вопросами и находил американскую самобытность точно также например в кино до в тематике вестерна американского вот этого называется слов есть frontier вот то есть культура индейцев культура вот этого песка этих оранжевых гор то есть но не культура это это пейзажи это национально самые формы вот эти вот первичные форму да да он должен оставляет ковбои прежде всего да и в его живопись если интересно еще раз бентон посмотрите формировалась собственно конституировалась американская живопись ну и полок у него учился вместе с братом в его мастерской нему связи с отчислением и школы прикладных искусств было необходимо как то что на что-то выучиться и что-то уметь же она подожди а бентона как звали не могу сказать ну напиши бентон бентон художник да вот и бентон и как еще иногда говорят что бентон научил не только техники живописи полока не только его влюбил в искусство но еще и научил его алкоголизму потому что бентон тоже страдал тем собственно чем полок страдал всю свою жизнь за исключением маленького периода которым позднее значит это я вам рассказал но такие красивые кстати бентона рекомендую всем загуглить красивые всякие штучки такие действительно первопроходцы негры в соломенных шляпах все прям ну вообще классно ну мы его наверное и пройдем если у него не будет конкурентов мощных на какой-нибудь неделе ну а мы сейчас говорили о раннем полоке вот он выучился у бентона вот он интересуется американской культурой кстати посещает выставки где восхищается песчаной живописью индейцев мексиканскими художниками риверой знаменитым мужем фриде коло о роско такой еще был художник раним пикассо которого обязательно пройдем и который чуть-чуть в чем-то будет сходиться с тем что мы сегодня увидим вообще пикассо он же испанец поэтому пикассо ударение пикассо говорят люди одеты в такие и маечки тогда я скажу пикассо как не говорит никто абстрактных сюрреалистов он также просматривал собственно говоря сидни полок это самый яркий представитель абстрактного экспрессионизма о том что это такое и чем это отличается от абстрактного сюрреализма чуть позже давайте посмотрим для начала на то что всем отличается на то что производил он в свой ранний период вот это никому не нужен еще когда он еще никому не нужен не интересен был когда он был еще никому не нужен весь этот период прошел в неизвестности непризнанности значит это круг называется даже кому-то рисовать но мы мы тут видим то о чем я говорил да индейская живопись индейские такие темы наполовину индейский наполовину макси мексиканская на мексике тоже индейцы а мексика на вся индейская да да и тут и животные специфические цвета вот очень сложно представить что это нарисовал француз но можно представить что нарисовал кандинский ну да или написал а это ландшафт с волом ландшафт сволочь тут вот . вне положенная картины довольно интересно он так смотрится говорю же мразь лунная женщина тут мы можем заметить влияние еще и какие-то восточных школ да а я вот как-то какую-то не знаю германию что здесь вижу что такое это на запад вот это если говорить о бэнтоне то эта работа явно написано под воздействием таким идеологическим едут за золотом под воздействием этого самого бэнтона ничего подобного больше моего полока не увидим и не видели тогда наверное это одна из его первых работ наверное есть одна из его первых работ вот это кстати была похожа на чурленица вот это вот это на запад что-то есть от чурленица от кого чурлениц литовский сюрреалист композитор и живописец ну вот давайте ты сказал про литовца да у нас есть был тогда сюрреализм да это тот который рисует как бы сверх реальность за счет парадоксальных сочетаний форм и цветов скажем содержание за счет парадоксальной игры текста с контекстом да то есть сюрреализм сверх реальность абстрактный сюрреализм имелось в виду что этот сюрреализм он отказывает от воспроизведения реальности а создает какую-то свою нигде ни на что не похожую в жизни никак не отражающую а ну вот то что мы сейчас видим не относится конечно к абстрактному сюрреализму потому что но тут очевидные ссылки к реальным объектам вот ну и вообще и на сюрреализм тоже это не похоже потому что ничего парадоксального мы здесь не а там вот а там вот в центре самом я не пойму какая-то колонна с капителью как будто бы на верхушке или это что-то другое тут вообще мне рояль кажется ну вот этот вот в праве от этого рояля какая-то колонна с капителью как будто бы он оставил цивилизацию поехал в дикий мир что такое а здесь ворона сидит на бревне на колесах такая уебищная повозка которая намного меньше чем куда да 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 ну вот это скорее не скорее а я думаю что это чистейший экспрессионизм еще не абстрактный но настроение полока она вот здесь если вам непонятно будет смотрите то что потом будет в его основном периоде творчества то вспоминайте вот эту картину с настроение на мой взгляд вот абсолютно точно такое же будет у него в поздних картинах но они абстрактные будут но да да ну да но на мой взгляд точно такое же а мы обсудим аж за счет прону про сервализм абстрактный я сказал потом ночь позднее появится благодаря полоку абстрактный экспрессионизм ну давайте до него еще дойдем а пока еще он рисует абстрактные ну наверное чисто такие авангардные работы ну кстати сказать вот это мне нравится гораздо больше чем то что под чем то с чем прославится джексон да да я абсолютно согласен то же самое мне здесь ну это красиво да это красиво это самобытно это отражает американскую культуру это ни на что не похоже это еще смотрите видите здесь даже числа да да цифры плюсики какие-то да какие-то уравнения потом как будто это школьная доска что такое это очень гармонично если мы вспомним как кандинский писал свои работы как он теоретически подходил своим изысканиям то наверное здесь мы можем что-то подобное заметить пламя которая уже нас приближает к основному творчеству пола как тому благодаря которому как артем сказал он стал известен здесь вот мы видим вот эту вот экспрессивную энергию я напомню тогда уж что экспрессивная энергия экспрессионизм да это течение которое призвано выражать эмоциональное состояние автора при этом так как это был двадцатый век начал двадцатого века но настроение в обществе подразумевалась вполне определенная то есть это был такой ужас паника депрессия такая напуганность тревожность подавленность то что мы с вами очень очень вдоль и очень поперек на мунки проходили на эдварде мунки но мук он чистый экспрессионист то есть просто экспрессионизм а полок вот в этой картине например он ну может быть еще экспрессионист хотя конечно уже здесь уход в абстракцию идет гораздо более существенных чем например у того же самого мунка то есть абстракция больше чем обычно должно быть в экспрессионизме вот но собственно абстракт экспрессионизм будет чуть позже мы сейчас его увидим вот снова очень интересная картина называется птица добром прикольно да вот вот почему то этого не было нужно никому и вообще никто не покупал его такого причем никто его не покупал даже уже когда он стал известен даже вот сейчас вот эти картины они стоят гораздо дешевле чем тем благодаря прославим классический полок да да кстати это то же самое будет пикассо его голубой период очень талантливый никто особо не покупал а потом уже изм и тогда пошло ну и последний человек с ножом довольно любопытная работа мясная да здесь я много вижу разных течений живописи и она такая что сложно ее как-то однозначно определить ну как-то часто бывает в раннем периоде художник видимо искал себя но параллельно еще жил какой-то же жизнью правильно и я сказал что в тридцатых он вот но был молодым человеком который там находился под влиянием разных признанных художников и наверное уже вел разгульный образ жизни но в тридцать восьмом году в результате того что он довольно довольно сильно пристрастился к алкоголе он был помещен психиатрическую больницу и считается что с именно с этого года и началось его духовное что ли если вообще так корректно выражаться восхождение дело в том что на отходняках на вот в этом курсе лечения а тогда мы понимаем что психиатрия была не совсем гуманная вот даже штат сейчас да 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 и в общем не очень себя он хорошо там чувствовал и него были альбомы с собой которые он заполнял просто день и ночь разными своими ночными кошмарами и видениями и считается что тогда он придумал точнее наверное пришел к определенному методу рисования методу работы даже скорее не сложно назвать рисованием или писанием картин это метод работы с даже не с холстом но с материалом который представляется для его работы и это 38 год как я сказал основной его период начинается спустя несколько лет там где-то сорок первый сорок второй так получилось что массово писать в своей новой техники который чуть позже я скажу которая считается революционной хотя в общем-то он мало чтоб именно придумал потому что многое было у тех же индейцев и у мексиканцев но вот он знакомится со своей будущей будущей женой в это время и из затворнического образа жизни такого ну не то что затворнического в плане там вот общения а именно положенного вовне какой-то тусовки каких-то кругов вот этих художников как-то во всех смыслах затворнический образ жизни потому что он жил со своей мамой просто постоянно ругался с ней бухал ну да но при этом он был особо не знаком с художниками не имел там выходы на всяких тех кто устраивает выставки тех кто вот эти все мне кажется там у него продюсеры был какой-то куратор женщина какая-то была аккурат куратор к она вообще не могла его продать она долго билась и вообще ничего не получалось на общем паспродюсирование у него были явные проблемы и благодаря знакомству с женой которая вот в эти во все круги входил и сама тоже была художницей он получает успех и вот это все время пи вот этого стартового успеха он на подъеме и он решается вот то что он делал в психушке уже непосредственно на продажу конструировать я сейчас покажу достаточно одной наверное такой работы чтобы вы сразу узнали его это знаменитая номер пять которая в 2016 году побила рекорд по сумме которую человек уплатил на аукционе за картину то есть это вот самая дорогая картина по моему не побили за шесть лет этот рекорд если не ошибаюсь он не на холсте а просто ходил по обоим и вот это лил ну да то есть если уж артем начал говорить о том как создавал свои картины сей все ничего сиди полагом джексон джексон полаг джексон полаг детективный очень такой плохой писатель да есть но а джексон полаг это плохой художник сейчас будем разговаривать об этом кстати вот обои прям видны если вы посмотрите на края вот тут видны обои да ну то есть он писал на холсте расположен на полу на стенах на потолке по моему он не рисовал но в какой-то момент он понял что удобнее всего на пол помещать это чаще всего были огромные полотна он ходил вокруг них и совершал как казалось человеку находящемуся рядом какие-то случайные движения он иногда мог кисточкой касаться полотна как обычный художник иногда мог брать макать в банку кисточку и швырять на холст то есть ну как брызгать такая своеобразная техника дриппинга дриппинг то есть рисование картины не касаясь полотна то есть через до силой тяжести я хочу заметить что если вот мы присмотримся все эти линии они полукруглые почему потому что он не так с размаху брызгал а именно вот как бы поливал с кисточки весь смысл вообще его искусство в том что мы видим движение его тела получается рисунок танца да 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 и он при этом сам следом он при этом входил в нечто похожее на транс ну или может быть этой трансом можно назвать это называли танцем он не особо как выпускал каких-то репортеров но те кто видел как это все происходит говорили что да действительно это вот что-то там неповторимое там фильме художественном показывали это очень акцентированно иначе эта техника еще называется автоматическим письмом или автоматической живописью то есть такое которое как бы происходит ну что ли вне осознания художника вне его осознанности но при этом очень важно пола говорил что это не хаос это не случайные движения это среднее между четко продуманными взаимодействиями с полотном и случайным то есть это как он говорил ну что-то связанное с работой подсознания что-то из такого необъяснимого но при этом еще находящегося с художником с его эмоциями и когда он начинал что-то писать у него всегда была идея в голове то есть примерно он понимал какая будет композиция какие он цвета будет использовать какие именно техники он будет применять то есть ну а размер полотно но это не не рандом как многие считают не мазня по типу там той которая может быть если дать кисточку обезьяне допустим хотя с другой стороны любой из нас может на месте мог бы быть и там на месте полок и то же самое потом рассказывать это не рандом это все не случайно это все полу рассчитано полу в трансе да все что угодно можно рассказывать да ну при этом его очень любят всякие эзотерики и психоаналитики особенно работающие в психоанализе там в гештальт анализе собственно говоря ой резонул резонул меня ладно молчу так не тебя же не меня вот ну и наверное арт-терапевты очень часто его вспоминают и своих скажем так методических и и практических разработках они используют и философ и философ очень сильно находки философы как мастерцы ну вообще как ни странно мы в свое время учили джексона полока на философии математики то есть вот именно в основном я о нем оттуда и знаю то есть именно вот эти вот его линии именно это очень важно что о пожалуйста да это след движения его тела вот это и есть прорыв революционный прорыв в искусстве он не пытается изобразить ничего он даже не изображает свое тело но мы видим все равно след его тела именно которое двигается это вот а как философия математики здесь я не помню почему она мы как-то с чем-то связывали ладно я сейчас уже не вспомню но точно философии математики что это имело какое-то значение вот мастерцы сказал про то что мы видим сейчас его на этом полотне но при этом называется но галактика и я думаю что по цветам по скомпонованности объектов мы да действительно можем сказать что это похоже на космос то есть но вряд ли это хотя может быть он придумал название уже после и как я не думаю что полок думал о галактике и начинал танцевать я думаю что он посмотрел говорит ну галактика наверное галактика может быть так ну классически считается что все-таки у него была идея и там уже он осуществлял то что любят сейчас называть те же самые гештальтерапевты контролируемым хаосом то есть такой ну ну да контролируемый хаос что-то сказать хотя опять же если говорить про и конкретно этого это слово хаос он любил повторять что никакого хаоса никакого это люцифер убери но так даже вот если заставить себя увидеть красоту туда же красиво я тоже нравится меня не покидает ощущение что это вот другое слово не подберу мазня уж извините за банальность ну джексон полок видишь снял здесь это противопоставление мазня и высокое искусство или например бездарь и дорогопродающийся художник ну да при этом мы понимаем благодаря его кстати и более ранним и более поздним картинам что писать он умел что он был мастером но вообще не каким-то там самого провозглашенным художником который вот так делал потому что не умел нормально нет это вот такой вот вы каждой абстракционист до более-менее крупные акциониста в общем получил какое-то плюс-минус там образование я хочу сказать что вот эта живопись в чем ее прорыв и конечно же она более абстрактно чем черный квадрат на картине черный квадрат нарисован черный квадрат вот нарисовал вообще ничего он не изобразил ничего может поэтому черный комп к квадрат черный контраст почему-то почти сказал черный квадрат у мужчины поэтому черный гон он может поэтому и нет не считается обычно все-таки абстрактной скорее кубизмом и там с упрематизмом нет супрематизм да ну да авангардная живопись но не совсем абстрака ну так но в этом плане то что говорит артем это абстракция что такое абстракция напомню это отказ от воспроизведения А если говорить по-другому, опираясь на слова мастера Ци, то это отказ от вообще чего-либо узнаваемого. Вот сейчас мы здесь можем узнать только полоски и точки. Вот как можно назвать эту картину или какие-то ее фрагменты? Какие-то объекты вы можете даже хотя бы с воображением додумать? Тут даже очень сложно. Вот там замок за туманом, я смотрю, тернистый лес там. Да не, ну что ты придумываешь? Очень сложно даже так. Хотя вот я здесь негра, например, вижу в правом верхнем углу. Видите, он кричит, и вот у него рука грозится. Маленький негритенок. А вон слева, совсем слева, ближе к низу, голова белого, с которым этот негр в этом тумане что-то делает. Видимо, голова высовывается, и она такая полностротая. Вот, ну и четыре, это четвертая я вам показал, но давайте вот на пятую посмотрим. Вот это мне совсем не нравится. То есть те все-таки ты более-менее можешь сменить. Там еще что-то можно. А ну здесь вот, мне кажется, вообще по цветам идет. Даже негра нет. Ну то есть вот тут есть фон, бело-черно-это, как цвет называется, бирюзовый. Но вот то, что спереди желто-синяя-красная, оно вообще никак не сочетается, мне кажется. Это уже та живопись, которая полностью отказывается от любой эстетики. Даже антиэстетики отказываются от этого. Ну, возможно, так. Мне кажется, здесь вообще факт написанного, например, в нижнем углу. Ты запросто, зная полок, он запросто мог набрызгать факт. Причем факт из трех букв. Без четвертого, без кейки. Настолько хам. А? Настолько хам. Да-да-да, что не договорил. При этом у него, как я сказал, было и разбрызгивание, да, и обычное письмо. И еще он, например, мог выдавливать из тюбика, вот так вот, ну, ходя, да. А даже не знаю, что выдавлено из тюбика, вот такие пятна вот эти большие, да. А там как потечет, понятное дело, он не мог уже там контролировать, куда и чего. В этом плане... Не мог контролировать, но это не хаос. Ну, контролируемый хаос. В этом плане его метод похож на джаз, на то, как создаются там композиции. То есть есть некая общая структура, задумка мелодии. Но при этом сама мелодия рождается именно здесь и сейчас, в процессе. И, конечно, творец не знает до конца, что у него получится. Он даже не знает, по сути, примерно, что у него получится. Он знает, какой у того, что у него получится, будет фундамент. Здесь опять спросим мастера Тому. Пожалуйста, Тома, если ты сейчас не согласен насчет джаза, напиши это в комментариях. Или скажи прямо сейчас. Ах, вот как! Продолжаем, мастер Петр. Да. Ну, другое, если мы говорим о технике... Его, кстати, называли Джек-разбрызгиватель. Да, ну, понятно, да? Джек-зе-рипа – это Джек-потрошитель. А тут Джек-зе-дрипа. Дриппинг, то есть брызгание. Джек-зе-дрипа. Да, Джек-разбрызгиватель. Ну, вот у разбрызгивателя номер 23 в двух цветах выполнен. Можно было бы, на мой взгляд, назвать немым кино. Ну, черно-белым. Просто картину. Театром теней еще можно назвать. Да, но при этом это просто номер 23. При этом... Если такую картину ты назовешь немое кино или театр теней, ты ее не продашь за много миллионов долларов. Нужно назвать ее 23. Ну, там же была галактика. А вот это ошибка. Это ему подсказал еще старый менеджер, который должен... Да, перед смертью. Да. Но я сказал, что он пытался избавиться от алкогольной зависимости. И у него это удалось целых два года. Он не пил. Ну, при этом он всю жизнь много курил. И вот те фотографии, которые есть, он там почти везде с сигаретой. Я думаю, что... В общем, он довольно плохо выглядит на свои годы. Учитывая, что он умер в 44, там... Но он уже там на 50 с лишним выглядит на... А, ну вы не волнуйтесь, он умер не от старости. Да, умер не от старости. И не от молодости. Ну... И не от зрелости. Да, точно. От незрелости. Как это назвать? Ну да. Вот это называется «Отражение Большой Медведицы». Вот как, оказывается. Видишь? Ну, может быть, здесь ковш вот желтый был. Не, мне кажется, ты не на том пути стоишь. Тут нельзя такие вещи. Ковш там. А как тогда вот назвать? Конечно, ты пытаешься найти, да, вот какое-то оправдание этим картинам. Я не думаю, что это хорошая идея. Я только названию пытаюсь найти, оправдание. Названию хотя бы. Да, да. Нет, ну почему? Ну, то есть, ну, тут же он назвал не номером, давай оправдай. Вот если бы он назвал «Отражение Большой Медведицы» номер 23, было бы нормально. А у него, кстати, есть что-то такое сейчас, по-моему. Вот. Полная морская сажень 5. Полная морская сажень 5. Интересно, морская сажень есть какая-то неполная, есть полная? Это мореходный какой-то термин? Я вообще не знаю. Почему 5? Я других не находил у него. Мне кажется, это вот совершенно рандомно просто. Ну, вот это мне нравится из всех работ вот этого среднего периода известного. Здесь, мне кажется, красиво. И по цветам сочетание. Ну, вот, видишь, ты ищешь красоту. Аполлок — это в принципе не про красоту. Да про что-то другое. Ну, да, да. Красота у него не продавалась. Он пошел вот этот, я даже не знаю, как это назвать, выпендрешь ли, дурь, или действительно экспрессионизм, или революция в живописи. Короче, вот в это он пошел. И там не то чтобы красоте не место, там и некрасивому не место. Там просто другая плоскость. Это, вот я говорил в начале, современное искусство. В этом плане полок вообще не уникален. Ну, до 2022 года. Ну, да, понятно. Для 21 века. Он тогда, да, понятно, и он много зачинил. Но сейчас что такое современное искусство? Это как раз не про красоту и не не про красоту. Они совсем не протестуют, не делают специально что-то уродливое или что-то. Да, да, да. Они даже не делают специально что-то не про красоту. Они просто исходят из тех позиций, что главный метод, или главное место, где это они делают, например, если это инсталляция, или какой-то перформанс. Кстати, о месте. Я все время думаю о том, как забрызгал у него пол. Вот эта штука. Ну, да, да. То есть, в этом плане современное искусство, это даже не искусство. Вот часто идут такие споры, типа, можно ли это считать вообще искусством. В этом смысле оно не является какой-то деятельностью человека по осмыслению реальности, по созданию культурных ценностей. Нет, оно является актом творчества, находящимся вне вот этих классических рамок, вне классических представлений о том, какое должно быть творчество и какое должно быть искусство. Здесь важен сам акт, сам процесс. Или, например, контекст этого процесса. Или, как у Поллока, определенная методика. В этом плане ценность этого творчества только в моменте создания. И Поллок практиковать начал этот метод для самоуспокоения, для борьбы с депрессией. Ну, кажется, в первый раз там поплохело очень сильно, тоже он там напился или что-то такое, да, был и начал брызгать. Ну, вот ему порекомендовали как раз психушки и потом там психоаналитики, с которыми он работал. Как, ну, тогда арт-терапия, не знаю, была, не была, но это, по сути, как арт-терапия. То есть он рассчитывал в процессе вот этого создания картин, в процессе такой работы, избавиться от своих проблем. Не только от алкоголизма, от депрессии, от того, что он подонок, может быть, не знаю. Вот, и он, кстати, любил, считается, что он любил Фрейда, Юнга, и особенности почему-то подчеркивается, что ему нравилось учение Юнга об архетипах. Не знаю, что это такое. Ах, вот, подонок какой, а? Да, а что за архетипы? Ну, это, по большому счету, это изначально социологическая вообще теория, что вот берем деревеньку какую-то, да, там есть ведьма, есть какая-нибудь, ну, например, блядь, которая там везде трахается, есть правитель этой староста деревни, да, и так далее. И вот там плюс-минус там 12-16 ролей мы можем взять, это и есть архетип. Вот, ну и теософией увлекался он с ранних лет, и я думаю, что он искал в творчестве не только терапию, но еще и какой-то такой особый экстаз, который его приведет к какому-то, не знаю, очищению, озарению, к какой-то, может быть, нирване. Ну, до нее он, собственно говоря, и добрался, как мы сейчас выясним позднее. Это собор? Да, так и не скажешь. Да, так и особо не скажешь, даже если присматриваться, не скажешь, что это собор. Вот вижу пьеро, а собора не вижу. Ну, пьеро, да, а я вижу зебру. Просто кишки зебры можно было так назвать. Ну, это не полоку можно было бы так назвать. Понимаешь, вот назовешь, что это кишки зебры, все, вот не продаешь. Не, ну это плохое название, я согласен. Не только потому, что это не продаж, но это будет просто плохо, да. Ну, это, то есть, ну, собор, да, это совсем другое дело. Я сейчас и утрирую, и на самом деле говорю, потому что мы понимаем, что кишки зебры – это название, которое уже даже по своему стилю, оно не экспрессионистское, не абстрактное. Оно вполне конкретное, оно какое-то еще… Бунтарское, панк. Да, панк, какое-то натуралистическое нечто, вот. Сидни Поллок – это про другое. А почему Сидни Поллок? Ну, Сидни тем более про другое, а Джексон Поллок так вообще. Опять Сидни. Надо почитать. А я могу как, ну, вот в стиле номер три называть его Сидни Поллоком и делать, и ты, и я будем делать вид, что ничего не происходит, что так и должно быть. Да, короче. Ну и мы подошли к его последнему периоду. Стоит сказать, что вот эта живопись действия, как еще ее называли, да, которое повторяло движение его тела, которое позволяет судить о ее процессе его творчества, как о танце. Эта техника постоянно им совершенствовалась, как-то усложнялась, он пробовал по-разному подходить и оказал большое влияние на последующих художников. И вот эти все многовариантные техники, современные и не очень, где люди пишут самыми разными частями тела, самым разным способом пишут картины. Это все следствие того, чем заразил мир Поллок. Хотя, опять же, это не то, чтобы прям он придумал. Он, скорее, первый, кто это начал продавать, первый, кто это начал в этом регулярно работать, и первый, самый основной, кто благодаря этому прославился. В 40-е годы из-за проблем с алкоголем, да, то есть в 38-м он бросает пить, в 40-м он опять начинает, и это все там с запоями, с девиантными различными поступками. Его жена понимает, в 44-м он уже женился, его жена понимает, что в такой жизни в Нью-Йорке он довольно быстро закончит со своим физическим телом. И они в 44-м уезжают сразу после свадьбы, ну, вдали от крупного города, там поселяются в домике, у него была возле домика студия, в которой он работал. Они в таком красивом живописном месте очень жили. Да, но при этом проблема... В живописном не как живопись Поллок, а по-другому. В таком урбанистическом смысле живописное место. Хотя там не было урбанизма, но как раз вот в такие места обычно люди хотят вырваться из крупных шумных городов. Да, вот такой покой, покой там. Да, да, да. При этом это не совсем была какая-то глухая провинция, сейчас я место точно не назову, но там при желании можно было довольно быстро попасть в цивилизацию. Ферма там у них, кажется, своя была. Вот, но первая персональная выставка у него была в 43-м году, тогда же примерно можно говорить о том, что он начал набирать обороты как востребованный художник. Хотя вот то, что мы сейчас смотрели в технике разбрызгивания, это все было сделано уже после того, как он начал становиться знаменитым. Ну, собственно говоря, это как параллельно это все происходило. И во многом этому способствовала его раскрутке, его жена. Находясь в уединении, вот в том месте, куда он переехал, он не избавился от проблем с алкоголем. И несмотря на то, что художник приобретал известность, художник постоянно получал запросы на фотосессии, на интервью, на всяческие, так скажем, выступления в различных там кругах, он при этом не находил упокоения, никак не мог избавиться от своих проблем. Последний его период жизни венчается нескольким отходом от стандартной техники разбрызгивания. Вот у него есть такие работы. 51-й год, называется она без названия. И здесь мы видим, что это сильно отличается от того, что было, хотя создавалось оно, наверное, примерно таким же способом. Просто содержание картины, оно явно иное. Или вот так. Ну, прям здесь он не узнать его, как будто он пытается вернуться к тому еще себе. Это прям совсем уж что-то новенькое он пробовал. Прям линолеум. 51-й год. Сколько у нас времени осталось? У нас меньше 10 минут. Это хорошо. Прекрасно. Да, или вот. Ну, это хочется скорее закончить. Но это надо скорее закончить. Без этого никуда. Сейчас подожди, я воткну этот. Мастер Петр пошел что-то, воткнуть какой-то этот. Да. И черное и белое, например. Это мне, кстати, черное и белое мне напоминает рисунки, которые делали на полях своих произведений авангардные поэты и писатели, русские, российские, ну, советские уже. С «Свебряного века» ты имеешь в виду? Нет. Вот эти вот Хлебников, Крученых, Маяковский. Вот конкретно этот... У Крученых была такая поэма, по-моему, это так он ее называл, «Ад», на которую ссылается Маяковский в письме Лилечке. Комната-глава в Крученыховском Аде. Вот. И у него на полях вот примерно такие же были рисунки. Но это было задолго до 1951 года. Но здесь он явно, мне кажется, на мой взгляд, испытывает кризис в творчестве пола, хотя пытается что-то найти, да, но... Да потому что писать то, что он писал, разбрызгивать можно бесконечно, но это же просто, ну, не знаю, через пару лет это дико наскучит. Ну да, но это основная проблема современного искусства, как вида, да, искусства, если вообще можно назвать видом искусством. То, что когда ты придумываешь что-то, да, основная проблема в том, чтобы что-то придумать, основная задача, когда ты что-то придумываешь, это тут же становится ненужным. И тебе, и кому-то еще. То есть ты можешь желательно, да, что-то реализовать один раз, хотя бы в этой вот манере, но потом это будет просто повторение. И хотя мы видим совсем как бы другую картину, как совсем другую, ну, другую. Но при этом это то же самое, что и было. Или вот. Синей шесты называется. Ну вот он попытался через название вот что-то найти, да, через то, что вот все-таки вот здесь мы уже находим шесть, ну не шесть, тут их семь, восемь даже объектов. То есть все у нас абстрактное, но при этом в этой абстракции есть восемь объектов, восемь шестов. Ну, это, на мой взгляд, тоже отражает то, как он мучился в поисках чего-то следующего. Конвергерция, конвергенция, да, номер десять. Ну, что-то, не знаю, тут на белый шум, что-то схожее. На бело-оранжевый шум. Да, желтый остров. Ну, тут заметим мрачность тоже в этом периоде. Часто отмечают, что... Черное все. Да, что он совсем-совсем плох был в психиатрическом смысле. И в таком, ну и в психологическом. Вот интересная вещь. Называется Пасха и тотем. Тут, по-моему, вообще чуть ли не карандашом он писал. Что-то... Изображена глубина. Океаническая серость, видимо, Грейнас, что это такое? Да, да, наверное. Я подумал, что это звездное небо в отблогах. Ну, для 1953 года это уже совсем не новое. И, наверное, даже и неинтересно. Портрет и мечта. Тут вообще как двухтомник, так называется. Диптих. Да, да, диптих. Ну, в 1956 году на 44-м обороте календаря его. Отлично. Я пытался, да, уйти. Скажи уже году. Да, но я не хочу, я же за красоту. Да, да. Я же не Сидни Пок. Извини, что не Сидни Пок. И не Сидни. Да, точно. Тут тоже не за красоту, по-моему, был. Хотя я не читал. Оборвалась его жизнь. Он в очередной раз сел за руль пьяный. И вместе с собой унес на тот свет еще одного человека в аварии. Не двоих? Я думал, двух девчонок он там. Ну, вроде как одна выжила в итоге. Ну, может, сверху, не знаю. Ну, вот точно еще кроме себя одного. Он поехал в бар, да, зацепил девчонок двух. Жена куда-то уехала в город, кажется. Он приехал в бар, зацепил двух девчонок, говорит, девчонки, давайте покатаемся. И они поехали. И он врезался на что-то. Ну, да. Почему, собственно, и нет, да, если хочется. Ну, я говорил, да, что нирваны он пытался достичь. И вот, пожалуйста. Ну, чего, резюнируем полока. И прощаемся с ним на секунду. Я, наверное, даже вопреки нашему обыкновению уберу эту фигню с вашего экрана. С вашего позволения. Да. Надо поставить вместо этого детектив какой-нибудь сидний полок. Вообще на обложку надо нам сидний полок. Да, просто какую-то обложку сидний полок. У меня есть где-то там книга. Ну что, что мы скажем про нашего мальчика? Да, можем провести параллели с Тулу злотреком, который, похоже, жизнью существовал, но при этом именно старался живописничать. И при этом вроде бы и сволочи не был. Совсем не был. Вот. Можем, конечно, и без этого обойтись. Да, он был дерзким, но он не был мразью. Да, да, да. Но можем как-то связывать современное искусство с жизнью, с творчеством, и его путем, его, такими, сказать, поисками. Потому что современное искусство, оно тоже, ну оно мразотное во множестве своих проявлений. Ну не во всех, может быть, да, но есть в его основе вот то, что Артем так назвал. Конченное. Да, да, конченное. И можем это все делать. Можем и не делать. Слушай, ну я хочу, конечно, все-таки сказать из сферы вот уже эстетики. Все же Джексон Поллок что сделал? Он же фактически до него, насколько я понимаю, чем была живопись? Это некий акт, который, вот он в завершении своем нам представлен. Что же мы видим у Джексона Поллока? Мы видим просто некий след, как этот акт, мы видим этот акт, который, смотрите, это чистая философия, тут надо даже абстрактно подходить к ней, абстрагироваться даже от этих картин, чтобы понять ее. Мы видим акт, который является следом того, как Поллок совершал акт. И он принципиально не завершен. Даже я думаю, что все эти его названия это уже какие-то маркетинговые потуги. То есть по-хорошему там надо, чтобы оно было называлось. Номер один, номер два, номер три. Все, больше никак. И нас не интересует в этом акте ни то, какого оно цвета, какой оно красоты, нравится нам или не нравится. Нас это не интересует. Это просто такая штука, некое окно, через которое искусство выпрыгнуло из самого себя. И все. Оно отныне, на мой взгляд, уже не является искусством. У меня есть добавить там минута? Ну вот минута буквально и все. Но при этом, да, я с тобой абсолютно согласен, что это и изменение объекта искусства, то есть вот этого творения, но и принципиально новый подход к взаимодействию зрителя с этим объектом. То есть что раньше себя представлял человек перед картиной? Или вот человек в интернете, который находит картину? Это человек, который пытается разгадать сюжет, который ищет композицию, который ищет идею, который вспоминает что-то, на что намекает автор. Что же видит человек, который перед Джексоном Поллоком находится, перед его картинами? Он даже не знает, с чего начать просмотр. Потому что ты как ни поверни эту картину, это все одно и то же будет, по сути. Не то, что там как бы новый взгляд, на четыре варианта взгляда, там зависит как повернуть. Это вот будет все одно и то же. Потому что даже вот с таких... Она никак не раскладывается, это не структура, она никак не анализируется. Это именно чистейший такой эмоциональный акт, даже просмотр этого всего дела. Все, время заканчиваем. Всем пока, до новых встреч.